Азад Макданов работает водителем скорой помощи три года. За это, казалось бы, короткое время Челнин столкнулся с немалым количеством нарушителей. Некоторые водители попросту игнорируют медиков, несмотря на то, что у них включены как световые, так и звуковые сигналы. К счастью, как отметил мужчина, в последнее время подобное поведение на дорогах встречается все реже. В основном сейчас пик, по проспекту Мирова, по проспекту Московский не уступает. Много ли тех водителей кто не уступает? Ну, есть кто не уступает. Есть кто прям уступает без мигалки, без маяка даже. Буквально через 10 минут после начала нашего рейда водитель на Рено Миган отказался пропускать скорую помощь. Комментировать свой поступок на камеру он не стал, но пояснил, что попросту растерялся. Сотрудники ГИБДД выписали нарушителя протокол. Согласно части 2 статьи 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Непредоставление преимуществ в движении транспортному средству, имеющему нанесенную на наружной поверхности специальные сфотографические схемы надписей и обозначения, современно включенным провеском маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение инистративного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. В остальное время рейда при нашем участии нарушителей не было. Видимо, большинство водителей все же понимают, насколько важно пропускать скорую помощь. Руслан Пикмухаметов, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.